Всем привет, мои любимые! Тоник. Сюда я переливаю разные тоники Фаберлик. Я уже просто умылась. Тут у меня есть еще, знаете, просто такой мандаринчик. Ой, мандарин Биргмон, да. Для аромата, для атмосферы. Мои хорошие, в своем видео макияжике в шорт я наносила это средство себе на лицо. Это у нас именно универсальный увлажняющий гель для кожи комфорт. Это интимная косметика Фаберлик. Я наношу на лицо, не пугаемся, на обожженные участки. Я попробовала один раз нанести, потому что у меня не было с собой на работе никакого крема, ничего. А у меня кожа была обожженная. И вы знаете, уже в такие моменты как-то приспосабливаешься, находишь другие пути. Так быстро успокаивает кожу. Мне так ни одно средство не успокаивало. Этот гель, который хорошо впитывается, очень быстро успокоил мне мою обожженную после солнца кожу. Вот так. Сегодня будем тестировать эту новую офигенную просто тушь. Поболтаем с вами. Давайте сразу, вот я нашла, убиралась. Дома нашла эту вот аналочку, которая мне нравится безумно по аромату, но она окисляется. Я чуть-чуть сейчас так нанесу. Вот это вот я количество распределю на всю кожу. И если что, я никому не рекомендую, ребятки, вот этот крем использовать на кожу, потому что он немножко скатывается. Я не могу понять, у меня просто кожа шелушилась. Может быть, это моя кожа, знаете, уже слазит сильно, потому что спалила. Но то, что классно успокаивает, если никуда не идете, то намазаться из этой кожи потом сразу не болит, понимаете. Сразу ощущение успокоения. То есть нет этого жара. Он, конечно, смотря сколько вы, насколько сильно спалите. Бальзамчик тоже Фаберлик. Давно не пользовалась. Пахнет вкусно. Думаю, нанесу. Вот я ему, наверное, и не пользовалась из-за того, что вот так вот он ложится на губы. Я сейчас нанесу, пока делаю макияж. Потом перед нанесением помады просто состеру. Смою. Что это? Ну так навряд ли походишь, да? Вот, наверное, из-за этого я и перестала им пользоваться. В общем. Так, ребятки. Мой любимый консилер. Так, так, так. Кстати, у меня до сих пор остались, кстати, вот. Ой, такая страшная буковка. Ой, а что-то с ней случилось? Вот эти салфетки. Они, кстати, очень классно пахнут. Матирующая. Ой, как мне нравится запах. Вот когда вот жир этот весь вылазит, да? Вот походишь, спотеешь. Красота просто. Так, девочки. Белор Дизайн. Ага. Ну да, используем, потому что я не хочу пудру наносить сегодня, ребят. Это, конечно, уже не полностью Faberlic получается. Просто у меня закончился жидкий такой бонзор. Мне так нравился раньше. И Викуся вот тоже писала, что сейчас так мало новинок. Вот. Да, очень мало новинок Faberlic. Я так тоже расстраиваюсь, конечно. Были бы новые помады там в коллекции. Или что-нибудь такое новенькое, интересненькое из декоративки. Я бы обязательно взяла себе протестить. Так хочется какие-то блески. Кажется, лето. Как-то хочется коллекции таких вот разных летних, да? Интересных каких-то. Там те же бронзеры, хайлайтеры новые, румяна. Может, еще нас порадует Faberlic. Посмотрим. Новиночками. Но самое... Ну, у меня лето уже, сейчас весна. Но самое такое время, что кажется, вот новинки только приветствуются. Особенно на декоративке. И я все-таки откопала жидкий хайлайтер. Вот бронзер такой, Faberlic, у меня закончился. А хайлайтер все-таки я нашла. Немножко добавляю. Так, чуть-чуть. Вот эти жидкие тени Faberlic мне очень нравятся. Они стойкие. Хорошо носятся. Не скатываются. Нужно только распределить их хорошенечко. Подождать, чтобы они немножко зафиксировались. Мне прям не терпится рассказать про эту тушь. Вот такая здесь классная щеточка, пышненькая. Силиконовая. Люблю именно силиконовые кисти, щеточки. Сегодня даже без праймера буду вот так вот наносить прямо на камеру. Смотрите сразу, какие длинные ресницы. У меня они бывают как палки. Вот бывают такие туши, которые ресницы делают как палки. А вот сейчас вот посмотрите, какие красивенькие получаются. Благодаря этой щеточке. А бывает, что прям как так некрасиво смотрится. У меня вот одна тушь такая была. Тоже многое зависит от состава. Посмотрите, я в шоке. Я даже не верю, что это тушь Faberlic. Гляньте, какая красота. Но это еще ладно. Во-первых, не вызывает никакого зуда. По крайней мере, сейчас. Потом я проверяла, это же термостойкая тушь. Я взяла холодную воду, умылась хорошенько. Такая, смотрю, тушь как была на месте, так и осталась. Прикиньте, получается, можно спокойно плавать. Реально стойкая тушь. Сто процентов. Вот. Насчет смывается теплой водичкой. Ну, я бы не сказала, что чулочками. Я еще раз ее протестию. И потом точно скажу, чулочками или нет. Но то, что она стойкая, обалденная. Да и умываюсь обычно, ребят, я всегда средствами. Поэтому для меня, ну, я проверю все равно. Такой тепленькой водичкой. Смотрите, какая красота. Я в шоке просто с этой тушей. Вот, что в ней классно. То, что вот, как вот, она, знаете, держит, держит, фиксирует реснички. Фиксирует. Вот я вот как направляю их. Опа! Они так и стали. Опа! Они так и стали. Гляньте. Вообще прикол, а? Так, выделяю обязательно карандашиком свою слизистую. Это для меня обязательно действие. Так. Гелем для бровей. Фиксирую бровки. Ой, ребят, какая вот эта вот вещь классная. Фаберлик. Такие вот эти вот карандаши. Такое красивое, натуральное. Гляньте. Я как-то снимала обзор на них в видеошортс. Давновато это было. Надо подточить будет карандашик. А я их уже забросила. Они реально крутые. У меня такие губы, что у меня они не требуют контура. Я заметила, что мои губки легко носят помаду и без контура. Можно сделать такие более пышные, выйти за контур. Так. Помада, помада. Возьму вот эту. Вице-коллаген. 41-154. Абсолютно отличается от контура. Такая красота. Смотрите, можно так чуть-чуть, да? А можно прям, как я люблю. Так, ну что, ребятки, на сегодня хватит, да? Тушь протестили, как и обещала. До новых встреч. Я все еще жду заказа Арифлейм. Я еще буду забирать с Валберис кое-что. Фаберлик немножко позже буду заказывать. Хочется чего-то новенького. Да. Все, целую-целую. До новых встреч, мои красивые. До новых встреч. Продолжение следует...